Сегодня на востоке Польши состоялась акция, которая вызвала возмущение самых разных политических сил. Около 200 представителей крайне националистических организаций прошли маршем под лозунгами, прославляющими участников вооруженного подполья первых послевоенных лет. Радикалы называют их борцами за независимость, а местные жители — карателями, которые под предлогом борьбы с коммунистами убивали их родных. Об исторической драме и политических спекуляциях репортаж Алексей Кручинина. Государственный гимн Польши и сразу следом за ним лозунг «Бог, честь, Родина». С именем Бога на устах участники марша чествуют проклятых солдат. Так здесь называют бойцов разгромленной армии Краёвой, которые после войны создали антикоммунистическое подполье и заодно терроризировали мирное население. Пожалуй, самый одиозный персонаж — капитан Рамуаль Трайс по прозвищу Бурый. Вот он в середине плаката. Виновный в гибели десятков людей в Восточной Польше в начале 1946 года. На марш в Гайновку собрались патриоты, как они себя называют, из разных воеводств Польши. Организаторы шествия призвали всех приехать именно сюда и проявить таким образом волю и мужество. Дело в том, что как раз в этих местах 70 лет назад отряд Рамуальда Райса убил 79 православных белорусов. Воля и мужество, судя по всему, заключаются в том, чтобы промаршировать перед потомками расстрелянных и сожженных заживо людей. Настоятель православной церкви в Гайновке Леонид Шешко помнит рассказы тех, кто выжил после карательных рейдов проклятых солдат. Нападали на наше мирное население. Здесь деревню Зане, возле Бельский повед. Здесь мы залешены в Гайновском. Конечно, сожгли часть женщин, невинных детей, мужчин тоже согнали и сожгли. За то, что говорили по-белорусски, за то, что крестились так, как православные крестятся. Даже Институт национальной памяти Польши, известный резко отрицательным отношением ко всему советскому, признал, что в действиях Райса были признаки геноцида. Тем не менее, в середине февраля на странице канцелярии президента Польши появилась вот эта картинка с сообщением, что Анджей Дуда покровительствует организаторам шествия. Правда, после скандала в польских СМИ информация о марше с сайта исчезла, но и запрещать его не стали. А 1 марта в Польше будут официально отмечать День памяти проклятых солдат. Уже пять лет это государственный праздник. Вот и Рамуальд Райс, по словам участников марша, вовсе не преступник, а борец за свободу Польши. О чем вы говорите? У Бурова даже помощник был, православный и белорус по национальности. Отряд Райса уничтожал не тех, кто исповедовал другую веру или не был поляком, а тех, кто поддерживал оккупационный коммунистический режим. Жители Гайновки, среди которых много этнических белорусов, такое мнение явно не разделяют. Тут сказано перед городской ратушой в Гайновке, что это были люди, которые принадлежали к коммунистической партии западной Белоруссии, что это были люди, которые имели оружие. Мы за этим не можем сгодиться, потому что мы знаем, что там много людей, которые пострадали, которые погибли в этих местностях. Это были женщины, это были дети. У костела, где участники шествия решили помолиться о душе Райса и его сподвижников, собрались православные жители городка с молчаливым, но выразительным протестом. Нельзя сидеть дома, когда здесь идут, приехали со всей Польши. Они приехали чтить память этого человека, который был убийцей. И как я, как житель, как православный, как потомок там или белорусов, или украинцев, или вообще, я там не вижу отличий. Как я могу сидеть дома и делать вид, будто ничто не происходит в моем городе. Это мой город, у меня есть мои предки, которые были против этого человека. До стычек дело не дошло. Марш закончился мирно. Но местная православная община не ограничилась акцией протеста. Президенту и главе католической церкви Польши написали открытое письмо с вопросом, не означает ли позволение провести марш с их стороны официальной героизации палачей из отряда Райса. Алексей Кручинин, Сергей Панасюк и Светлана Баркова. Первый канал. Гайновка. Польша.